Добрый день. Большое спасибо, что пришли послушать. Большое спасибо организаторам Росэдэя за то, что пригласили меня в качестве докладчика. Пожалуйста, давайте начнем. Меня зовут Митрий Скляров. Я возложу отделку анализа приглашений в компании Positive Technologies и являюсь оцептом картины информационной безопасности, у которого я вам. Собственно, о чем будет доклад? Я попытаюсь рассказать о том, в чем проблемы при попытках анализа прошивок для различных устройств и как я эти проблемы преодолеваю. Но сначала я расскажу, почему, на мой взгляд, за последние годы реверс инженеринг стал чуть более прост, чем… Почему реверс инженеринг стал более прост, чем это было, скажем, лет 15-20 назад, когда я начал интересоваться этой темой и начал этим заниматься. Но сначала вообще какие специальности доступны реверс инженерингу? Чем занимаются специалисты по реверс инженерингу в современном мире, ну если мы говорим, разумеется, легальное применение этих знаний? Типичные приложения – это вирусный аналитик, это специалист по поиску уязвимостей, это задача обеспечения совместимости с неподдерживаемым программным обеспечением, это конкурентный анализ, когда нужно понять, что сделано у конкурентов. Ну, нелегальные применения – это, например, попытка украсть чужое ноу-хау, ну, в общем, вариантов можно нелегальных придумать много. Я предпочитаю в эту область не заглядывать, потому что, в общем, уголовный кодекс надо чтить. Почему за последние годы реверс инженеринг стал более доступен? Ну, я так понимаю, что большинство из здесь присутствующих так или иначе реверс инженерингом занимается, иначе вам тяжело было бы играть и побеждать в CTF-ах. Как правило, задачи, с которыми сталкивается реверс инженер из вот этих вот типовых областей, они имеют достаточно очерченный круг особенностей. Прежде всего, чаще всего мы работаем с известными процессорами. Ну, когда там главным процессором, на который писалось больше всего программ, был x86, и, соответственно, следующий за ним. Потом у нас появились 64-битовые версии. Потом очень сильно на рынок лет 7-8 назад, наверное, вырвался ARM со своими мобильными устройствами, малоэнергопотребляющими. И сейчас вот ARM 64, ну, там у ARM тоже куча разновидностей. Эти процессора неплохо документированы, ну, неплохо это, конечно, так относительно. Если кто-нибудь держал в руках Intel процессор Manual, видели, да, вот есть руки. Ну, короче, это три тома вот такой толщины. Честно скажу, я не знаю ни одного человека, который его прочитал бы от начала до конца, потому что, по-моему, один человек столько информации в голове удержать не может. Я знаю людей, у которых это настольная книга. Ну, это их работа, они, в общем, делают очень серьезные вещи на современных процессорах. Дальше мы почти всегда имеем исполняемые файлы, работающие в одной из популярных операционных систем. Чаще всего, опять же, раньше это был Windows, сейчас очень много Unix-подобных систем, и унаследованных от них, опять же, мобильные приложения, это Android, iOS, Apple со своим Mac, которые также клон Unix, но со своими особенностями. И, опять же, разработчики этих операционных систем, как правило, документируют системные вызовы, документируют правила взаимодействия между различными модулями и так далее и тому подобное. Если мы говорим, что у нас программа работает в рамках операционной системы, то, как правило, в любой современной операционке есть HAL, Hardware Abstraction Layer, через который у нас осуществляется взаимодействие с железом, и правила взаимодействия точно так же более или менее документированы. Вы можете как-то обращаться к драйверу, и правила этого обращения, они, в общем, стандартизованы и хорошо описаны. Также мы имеем дело с стандартными форматами файлов, COVPE на Windows, ELF чаще всего сейчас на Linux-системах, MATCH у iOS и macOS. И то, что мы используем некоторый готовый формат, сразу же позволяет нам узнать, а, собственно, как программа будет размещаться в памяти, куда будет передано управление. В файлах есть таблицы импорта-экспорта, есть таблицы ресурсов. Очень часто исполняемый файл содержит кучу метаинформации. Если вы дезассимулировали программу на Delphi, то там огромная информация о классах, о методах, привязанных к интерфейсам GUI, вплоть до названия обработчиков, сохраняется в программе, просто компилятор так работает. Любимые, наверное, у меня по простоте декомпилирования это программы, написанные на инструментах Apple под macOS и под iOS. Objective-C – замечательный язык. Там вызовы всех функций идут не по адресам, а по именам, но практически всех методов. И поэтому вы просто загружаете программу в декомпайлер и видите название всех функций. Сразу же понятно, что она делает, если разработчик не постарался и не заблокировал это. Хотя вот попытался я загрузить в IDO игрушку Ingress. Есть такая геопозиционная игрушка от одного из подразделений Google. Она на самом деле написана на Java. И фактически вся ее выполняющаяся часть – это Java-машина плюс как-то там инкапсулированные Java-классы. То есть это никакого отношения к Objective-C не имеет и ничего не понятно, что там происходит. Я посмотрел, плюнул и забыл. Ну, не понравилось мне. Ну, реально мне ничего от нее не надо, просто интересно было, насколько сложно. Проще, наверное, эту игрушку ковырять на Android, потому что там действительно Java-машина и дальше все более понятно. Также очень часто разработчики, ну, не то чтобы часто, но нередко разработчики вместе с исполняемым файлом поставляют и отладочную информацию. Иногда она оказывается внедрена в, собственно, в исполняемый файл. И это нечасто встречается в Linux, нередко встречается в Linux. А разработчики под Windows иногда оставляют pdb-файл, не знаю, с какой целью. Ну, возможно, чтобы проще было отлаживать проблему у пользователей. Мне вот иногда доводится ковырять SAP, может быть, знаете такую страшную немецкую систему немеренного размера. В SAP главный исполняемый файл занимает порядка 50 мегабайт, и к нему прилагается на 100 мегабайт pdb-шка. В этой pdb-шке имена, функции, структуры, ну, огромное количество информации, которые действительно здорово помогают исследовать, что там внутри, искать ошибки. Правда, есть некоторые нюансы. Когда компилятор работает в режиме оптимизации, он может некоторые вызовы чуть-чуть упростить. И, собственно, если там константа на вход подается, он может ее прямо в код при вызове процедуры, процедуру заинлайнить, и, собственно, константу нигде ее не будет видно, не будет вызова с таким аргументом. Но самый страшный, наверное, из современных компиляторов, с которым приходится встречаться, это Intel C-компайлер, потому что он в режиме максимальной оптимизации создает код, который ID, например, на функции разделить нормально не может, потому что там нормальных кусков функции просто нет. Там очень много что склеено между собой. Ну, просто так работает там оптимизация. Но сейчас не об этом. В целом, используя вот эти вот все вещи, про которые я говорил, и используя современные инструменты, ну, главный инструмент реверсера, наверное, все-таки IDA Pro, ну, не считая головы, конечно, собственной. В IDA встроены, ну, в IDA в Хексрейсе встроены замечательные возможности для быстрого анализа, поддержка системы типов, вот в новых версиях, 3D-компиляторы уже по 3 архитектуры, x86, x64 и ARM. Библиотека распознавания, функции распознавания библиотечных функций, то есть вы можете в двоичном файле найти там функцию mcpi, принт, вам не надо делать для этого никаких усилий, за вас IDA сама это сделает. Дальше под современной платформой, разумеется, вы можете легко найти средства разработки такой же, на котором была сделана данная программа, которую вам приходится исследовать, и ставить на нем эксперименты, взять оттуда, опять же, библиотеку, для которой искать соответствие в вашем исполнительном модуле. То есть это все вот вам легко доступно практически на ладони. Ну и, конечно же, возможность отладки, никто ее не отменял. Вы можете запустить все это дело под виртуальной машиной и иметь стопроцентный контроль над процессом выполнения. Вы можете запустить это под отладчиком и выполнять пошагово, смотреть состояние памяти. То есть, собственно, возможности для исследования у вас море. Да, конечно, есть способы затруднить это, но в целом 95% программного обеспечения, которое мне приходится анализировать под эти архитектуры, под эти операционные системы, оно никак не защищено от анализа. И, собственно, надо просто знать, как работают компиляторы, и вам этих знаний будет вполне достаточно, чтобы быстро понимать, как работает тот или иной кусок кода. То есть, ну, понять логику программиста, когда он этот код писал. Поэтому в направлениях, вот о которых я говорил, реверс инжиниринг действительно стал близок к ремеслу. Этому можно научиться за короткое время. Ну, нужна некоторая усидчивость, некоторая сообразительность. Но это не какие-то там супертехнологии, которые недоступны большинству людей. То есть, это удел не единиц, а сотен тысяч людей. Но, тем не менее, в реверс инжиниринге встречаются задачи, когда все гораздо сложнее и гораздо меньше известных входных данных. В частности, это ситуация, когда нам приходится анализировать прошивки для каких-нибудь устройств. Ну, собственно, почему черный ящик? Потому что, если у вас есть железяка, у которой есть Ethernet-порт, и там десяток лампочек, и это все, что вы про нее знаете. И, может быть, производитель дал вам апдейт для нее. Вот апдейт, вы его скачали с файла, но что с ним можно делать? Собственно, почему у нас не получается делать то же самое, что получается с обычной программой, там, с exe, elf или matcha файлом? На вход у нас бинарный или текстовый файл, который мы скачали с сайта производителя. Нам нужно вытащить оттуда максимум информации о том, что, собственно, находится в этой прошивке. Ну, как бы загрузить это дело в дизассемблер и начать исследовать. Возможно, этот файл не в открытом тексте, бинарная программа или текст в ее представлении. Возможно, этот файл упакован. Соответственно, нам надо будет его распаковать. В более сложной ситуации этот файл еще и зашифрован для того, чтобы усложнить задачу по анализу. Ну, если кто-нибудь интересовался, как выглядит прошивка для, например, айфона, то она не упакована, но она зашифрована на ключе шифрования, который находится внутри процессора, который из процессора извлечь нельзя, который после загрузки операционной системы отключается и так далее. То есть там цифровая подпись сверху. То есть просто так вытащить текст прошивки, несмотря на то, что люди алгоритм этот разработали, но для современных телефонов этого никто не может сделать. Ну, вот просто вот такие вот ограничения у нас. Но иногда бывают более легкие ситуации, но все равно нужно быть готовым к тому, что прошивка может быть в том числе и зашифрована. Внутри файла прошивки может быть на самом деле более одного файла. Ну, например, отдельный загрузчик и отдельно, собственно, основная прошивка. Сначала в устройство передается одна часть, там выполняется, потом передается вторая. Или они передаются, грузятся по разным адресам. Или в одном из файлов будет у вас конфигурационные данные в другом программа. Вам это тоже все неизвестно. Или у вас, вот то, что я говорил, несколько частей, может быть самый главный нюанс, что вы ничего не знаете заранее про формат прошивки. Вам нужно будет угадать его. Дальше среда выполнения. Вы не знаете, под какой процессор у вас будет эта прошивка. Вот Ида, я посмотрел по описанию, знает 126 разных, ну, различает 126 типов процессоров, но, конечно же, она знает далеко не все. В мире их существует, я думаю, ну, много сотен, а может быть и тысяч разных архитектур. С какой придется иметь дело, вы узнаете только, когда вы успешно сможете загрузить эту программу в дизассемблер. Вы не знаете, в рамках какой операционной системы вам придется работать. Иногда это какая-то своя операционная система, иногда мне из внутренности и операционной системы доставалось слово classified, то есть засекреченное. Такое тоже бывает, иногда и такие прошивки попадаются для анализа. Операционная система может отсутствовать вообще, то есть весь код прошивки, это, собственно, вся исполняемая часть, или еще более страшная ситуация, когда это часть исполняемого кода, а вторая часть, она хардкодит в устройстве и в прошивке просто отсутствует. К ней идут вызовы, но вы не знаете, что в этом коде делается, и имея на руках только прошивку, вы эту информацию никак не получите. Также, разумеется, может быть недоступна среда выполнения, то есть иногда приходится анализировать вслепую, на будущее вы нашли некоторую интересующую вас железяку, железяку еще не купили, а прошивку уже скачали, вы начинаете анализ. Ну вот примерно так я анализировал в свое время прошивку для фотоаппарата Nikon, у меня фотоаппарата не было, а прошивка была. Ну, собственно, всю интересующую меня информацию я достал из прошивки и одного файла образца, который тоже нашел в интернете. Собственно, решил ту задачу, которая у меня была интересна. Ну и, разумеется, если у вас нет на устройстве JTAG и нет спецификации на этот JTAG, то вы, скорее всего, не сможете отлаживать код этой прошивки, вам придется все делать в уме или в лучшем случае на эмуляторе, если вы сможете такой эмулятор найти или построить. Собственно, какие задачи нужно решить в ходе подготовки прошивки к дезассемблированию? Я не говорю уже про анализ кода, я говорю, что сделать, чтобы увидеть этот код в виде дезассемблированного текста. Разумеется, нужно начать с извлечения из прошивки двоичного представления, которое потом будет загружено в память. Ну, собственно, распаковка, разделение на кусочки, расшифровка, если необходимо. Нужно определить, по какому адресу будет загружен этот код и в идеале еще найти точку входа, чтобы было понятно, откуда эта прошивка начинает выполняться. Хотя, на самом деле, вот эта последняя задача, она не особо важна. Мы исследуем не какой-нибудь там вирус или троянец. Мы исследуем прошивку, ее можно начинать исследовать с любого места, потому что, ну, прошивки современных устройств достаточно большие, чтобы их можно было проанализировать целиком от начала до конца. Когда я был, ну, примерно в вашем возрасте, или чуть-чуть помладше, там, на втором курсе института, по-моему, мне попался бинарный файл под названием pk.unz.gr, pk.unzip.junior, компактная версия распаковщика zip-архива. Исходников Z-Liba тогда мне доступно не было. Мне было интересно, как же работает этот архиватор. Понять, как работает упаковщик, мне было явно тяжелее, потому что экзачник занимал гораздо больше места. Распаковщик занимал полтора килобайта. ID тогда не было, я ее загрузил в Disassembler Sorcerer, начал смотреть, ну, я понял, как заполняется таблица CRC32, и на этом, собственно, мои попытки анализа закончились, потому что все было непонятно. То есть полтора килобайта кода, правда, писанного на Assembler, не зная алгоритма, который этот код реализует, мне в то время оказались не по зубам. Я не уверен, что они сейчас окажутся по зубам, но сейчас современная прошивка занимает не полтора килобайта, а 15 мегабайт. Понятно, что одному человеку это тоже для анализа, наверное, не по зубам, если пытаться понять каждую команду, поэтому анализировать нужно самые интересные места, но, опять же, сейчас не совсем об этом. Дальше нужно определить архитектуру процессора, с которым мы имеем дело, длину его машинного слова, Endian, Little Endian, Big Endian, про это я чуть-чуть подробнее расскажу позже. Дальше хорошо бы, ну, точнее, необходимо узнать точную модель процессора, хотя бы семейство процессора, потому что у каждого процессора своя система команд, и дизассемблера от неправильного процессора мы никогда не получим интересующий нас результат. Ну и дальше, когда мы все знаем, нужно загрузить это дело в дизассемблер и каким-нибудь образом начать думать над тем, что мы увидели. Ну и, собственно, какие шаги надо предпринимать для того, чтобы решить все эти задачи. Нужно посмотреть, что мы имеем, нужно придумать юристику, с помощью которой мы решим одну из этих задач, и проверить ее на работоспособность. Как правило, за один шаг эта задача не решается, поэтому будет четвертый пункт, повторять с пункта 1, пока мы не получим вообще все, что мы хотели получить. Иногда этот процесс удается завершить в 10 минут, иногда он занимает 10 дней, иногда он не заканчивается ничем. То есть, разумеется, в моей жизни были и примеры, когда мне попадалась прошивка, но я не смог про нее ничего толкового сказать, потому что я не смог ее либо распаковать, либо найти, как она загружается, либо найти процессор, такое тоже бывает. Ну вот, немножко юристик, которые были наработаны, с которыми вам придется наверняка столкнуться, если вы будете заниматься подобной деятельностью, анализировать прошивки, которые вам, возможно, помогут. Популярный формат, в котором так или иначе иногда поставляются прошивки, это текстовый формат, два варианта. Один называется Intel Hex, по названию видно, что его придумала компания Intel, второй называется Motorola S-REG, потому что у него записи начинаются с буквки S. Ну вот, если видите, Intel Hex начинается с двоеточия, S-REG начинается с буквки S. Структура у них похожая, как я еще раз говорю, это текстовые форматы. Когда-то в них работали прошивальщики для ПЗУшек. В те времена, когда Flash еще не придумали, и, собственно, электрические стираемые ПЗУ были редкостью, люди писали на каких-нибудь там средствах разработки программу, компилировали ее, перегоняли в этот текстовый файл, текстовый файл загоняли в прошивальщик, он записывал ее в ПЗУшку. Потом ПЗУшку втыкали в устройство, включали его, и оно, может быть, работало. Ну вот видно, что каждая запись состоит из типа записи, размера, либо записи, либо размера поля данных, адреса, куда грузить конкретно эту строчку записи, и контрольной суммы. Ну, все логично. Структуры очень похожие. Бывают, правда, нюансы. Но вот Intel Hex я встречал один раз, SREC я встречал минимум два раза в прошивках от разных устройств. В SREC, да, и то, и на другое можно найти документацию, например, в Википедии, но документация, разумеется, не 100% описывает реальное положение вещей, потому что, по большому счету, правильного стандарта, как на COF, например, на эти форматы данных не предусмотрено, поэтому разработчики софта, которые обрабатывают эти файлы, может придумывать свои вариации, которые отличаются от того, с чем мы привыкли иметь дело. Ну, вот в предыдущем примере нижний рисунок, то, что выделено зеленым цветом, адрес загрузки. Вот у меня в примере он занимает 2 байта. На самом деле, в зависимости от типа записи, он может занимать 3 или 4 байта. Просто если у вас более длинные адреса, более компактная форма предусмотрена. Дальше адреса могут быть не в байтах, а в вордах или двордах, в зависимости от архитектуры процессора. То есть количество указывается в байтах, а адреса у вас указываются в словах или двойных словах, и, соответственно, у вас в один адрес вмещается 2 или 4 байта. Дальше, опять же, мы можем столкнуться с проблемой little-endian, big-endian, когда у нас байты переворачиваются внутри каждого слова. Иногда предусмотрены записи, которые обозначают оригинальную точку входа, и это может помочь с началом анализа. Иногда программа, которая генерирует этот файл, она генерирует не просто массив, она генерирует отдельные куски. Если, например, у вас идет сначала кусок кода, потом кусок данных, потом опять кусок кода, они могут быть разнесены по разным записям, вот как нижние две строчки в примере. S1 – это тип записи, 25 – это длина, и вот 25 – это не максимальная длина, которая встречается в файле. Максимальная длина – 51. Ну, собственно, почему 25? 5 байт на адрес и контрольную сумму уходят, а оставшиеся 20 байт – это 20 байт полезной нагрузки, но при этом это 10 слов. То есть это вот из того файла прошивки, где каждая ячейка – это одно 16-битовое слово. И кончается эта запись по адресу 86. Следующая запись, как мы видим, тоже начинается с адреса 86, то есть они состыкованы между собой. Но первая запись имеет не максимальную длину, то есть строчка в текстовом файле чуть-чуть короче. Для меня это знак того, что в этом месте кончился первый блок, и начался другой блок, другой тип данных. То есть просто посмотрев этот файл, вы можете определить, что на самом деле у вас там не один кусок, а несколько кусков. Вот используй такую эвристику. Правда, бывает и обратная ситуация, когда люди для экономии памяти, например, пропускают некоторое количество байт, которые являются нулевыми, которые не надо копировать, которые нигде не используются в программе. Тогда их, наоборот, приходится склеивать, иначе у вас файл оказывается разделен на 20 кусков, а 20 кусков вы догрузить уже неудобно. Ну, опять же, внимательно смотрите на этот файл, может быть, вам внутренности его подскажут немножко о структуре в памяти. Но здесь ситуация простая, здесь адрес у нас присутствует прямо в файле в соответствующих полях, поэтому мы можем с этим адресом сразу же работать, мы знаем, по какому адресу грузить в IDO. Правда, процессор мы все равно не знаем. Ну вот, еще когда я анализировал прошивки для панасониковских телефонных станций, у них файл прошивки был двоичным, а не текстовым, но у него внутри была вот такая вот структура записей, то есть сначала 2 байта длины записи, потом 32 бита адреса, по которому следующий кусочек грузится, и дальше, собственно, массив данных, и такие записи повторялись. Но понятно, что если добавить в начало тип записи, а в конец контрольную сумму, мы получим просто двоичное представление того же самого Intel Hex или SREC, то есть эта структура предсказуемая, если вы видите какие-то более или менее структурные заголовки в вашем файле, проверьте, может быть, это вот такая вот структура, длина адреса, значения, или порядок полей может быть другой, но это поможет вам разобраться, как файл грузится в память, просто угадав эту логику. Если файл зашифрован, ну, на самом деле, с зашифрованными файлами типа того, что использует Apple, конечно, задача очень сложная, и вслепую она не решается. Ну, я анализировал прошивки от Canon, анализировал прошивки от Nikon, не знаю, кто нашел этот алгоритм, не знаю, как ему это удалось сделать, возможно, была какая-то утечка, возможно, у людей были гениальные умы, но алгоритмы были достаточно простые, основанные на XOR-ах с двумя таблицами, или не двумя таблицами, но, в общем, как это сделано у Canon. Два массива. Ну, по-моему, один был 512 байт, другой 513 байт. Главное, чтобы числа были взаимно простые. Соответственно, идет последовательный XOR с константой 37, это, конечно же, очень сильно увеличивает безопасность. И дальше берутся XOR-ы двух байтов из двух разных массивов с индексами, которые последовательно циклически увеличиваются. И понятно, что общий период этой гаммы оказывается 512 умножить на 513. То есть, если прошивка небольшая, то гамма повторится, в общем, немного раз. Если прошивка большая, то можно найти повторение. И если вы знаете, какой алгоритм, теоретически вы можете попытаться на основе Plain Text Ataque восстановить эту гамму. Может быть, вам это удастся. Ну, зависит от объема данных, которые занимает эта прошивка. Но мне этот алгоритм попал в руки уже в таком вот виде. Потом, правда, Canon успел модифицировать свою прошивку и алгоритм ее кодирования. Они сделали шифрование AES в режиме CTR, они сделали цифровую подпись на базе HMAC. Правда, опять же, людям удалось вытащить код прошивки из какой-то отладочной версии прошивки Canon. И там они нашли и ключ шифрования, и алгоритм распаковки, и ключ HMAC. В итоге удалось, опять же, написать код, который занимался распаковкой и, наоборот, генерацией правильных прошивок с правильной подписью. То есть технически это все реализуемо было. Но, на мой взгляд, ситуация такая не очень простая. И возможно, что чисто софтверными способами данная задача вообще не решается. То есть нужно было разобрать фотоаппарат, вынуть оттуда ПЗУшку, флеш, память, если она там отдельным корпусом стояла, прочитать оттуда текущее состояние прошивки и его анализировать. То есть такое вообще возможно, но понятно, что это совсем другие затраты. И вот я лично такого опыта не имею, такого оборудования тоже у меня нет. Хотя у меня есть один знакомый из Прибалтики, у которого есть электронный микроскоп для того, чтобы читать прошивки на уровне физическом, даже нелогическом. Ну вот они вот такие исследования делают. Следующий пример – шифрование прошивки Никона. Опять же, я его нашел в готовом виде. Здесь как бы три массива по 256 байт. Вот индекс считается как смещение, ну как бы ваш адрес делится на 3 байта, индекс первый, второй и третьей прошивки. Ну, это атака на такой ключ шифрования гораздо легче. Поэтому, на мой взгляд, алгоритм неудачный. Но забавно то, что две японских компании используют очень похожие по логике и одинаково неудачные, на мой взгляд, алгоритмы для того, чтобы шифровать свои прошивки, хотя наверняка это писали разные люди. Более того, если, опять же, вспомнить панасониковские телефонные станции, третья японская компания, прошивка у них зашифрована не была, а вот файлы данных они точно так же шифровали ксорам по двум таблицам разной длины, вот как в Кеноне. Я не знаю, кто придумывает у них алгоритмы, но такое ощущение, что это просто такая японская традиция использовать ксоры. Что еще вам может помочь узнать, что прошивка упакована или зашифрована, или часть прошивки находится в таком состоянии? Есть замечательный метод оценки состояния данных, это подсчет энтропии. Функцию вы видите на экране, она достаточно простая, легко гуглится. Если у вас энтропия будет близка к 8, то есть 7,5, скажем так, то либо данные хорошо упакованы хорошим алгоритмом, либо данные зашифрованы, опять же, хорошим алгоритмом. Если у вас энтропия порядка 4-5, то возможно, что это исполняемый код. Если у вас энтропия ниже, то это рыхлые данные, и, собственно, вам нужно думать над этим, как над данными. Есть, кстати, интересная теория, которая говорит, что зная энтропию, ну, например, секции кода исполняемого файла, можно с большой вероятностью предсказать архитектуру процессора. То есть понятно, что у каждого процессора своя система команд, и какие-то байтики или комбинации байтиков встречаются гораздо чаще, чем другие. И именно на основании этих знаний можно делать такую оценку. Но, к сожалению, я все ленюсь заняться практическими исследованиями в этой области, то есть составить реальные наборы данных, на которые эту энтропию можно будет мерить и сравнивать. Если кому-то не лень будет, на мой взгляд, может получиться очень интересная работа, подумайте. То есть просто посчитав энтропию файла, сказать, на каком процессоре этот файл скомпилирован. Разумеется, может быть так, что у вас пол файла имеет очень высокую энтропию, а вторая половина имеет очень низкую, или кусок файла в середине имеет низкую. Это тоже может вам помочь разделить код и данные на автоматическом уровне. Если мы говорим о том, что прошивка может быть упакована. Да, конечно, в мире существует огромное количество алгоритмов упаковки. Опять же, лет 20 назад я читал книжки про десятки этих алгоритмов, даже нашел исходные тексты, для некоторых из них понял, как они работают. С тех пор добавились новые алгоритмы. Но особенность задач, которую мы решаем, задача анализа прошивок для небольших обычных устройств, они имеют несколько ограничений. Как правило, в таких устройствах алгоритм упаковки должен быть публичным, чтобы люди его не сами выдумывали. Он должен быть универсально относительно данных. То есть есть алгоритмы, например, хорошо работающие с изображениями, но плохо работающие с обычными данными. Ну там JPEG, например. Попробуйте JPEG-ом упаковать исполняемый файл. Скорее всего, у вас ничего не получится, потому что он для этого просто не предназначен. Дальше алгоритм, как правило, должен быть простым и очень нересурсоемким. Если брать современные алгоритмы, которые дают очень хорошие коэффициенты сжатия, то, что реализовано в BZIP, то, что реализовано в 7ZIP, они все жутко прожорливые, у них буфер в 4 мегабайта может использоваться. Понятно, что встраиваемое устройство, у которого всего может быть 64 килобайта памяти, оно такой алгоритм в принципе не может использовать, поэтому алгоритм должен быть простым. Простым, легким, эффективным по скорости, но не по качеству сжатия, потому что с качеством сжатия, конечно же, компромисс с эффективностью вряд ли легко достижим. Ну вот кусочек реальной прошивки. Не знаю, насколько хорошо вам его видно из зала. Явно проглядывают куски текста. Кто-нибудь может, навскидку, сказать, что это может быть за алгоритм? Может быть, кто-нибудь знает разные алгоритмы упаковки. Какие вообще алгоритмы сжатия данных знаете? Правильно угадать не смогли, но название прозвучало правильно. Вот если посмотреть, среди текста встречаются байтики, у которых, например, в некоторых много FF. Ну там FF, EF, 1F. Дальше, если предположить, что в каждом байтике один бит отвечает за признак чего-либо, то это как раз и будет алгоритм LZSS. Как работает алгоритм LZSS? На самом деле идея очень простая. У вас сначала идет вот этот самый набор управляющих битов. Если у вас управляющий битик находится, например, в единичке, то значит соответствующий ему байт потока нужно скопировать без модификации. Если он соответствует нулю, значит у вас будет стоять кодовое слово, которое указывает на предыдущее вхождение последовательности, которое нужно скопировать в выходной буфер. Предыдущее вхождение, как правило, описывается двумя числами. Это смещение в буфере, но буфер, опять же, размер может быть разный, и количество байт, которое нужно скопировать. То есть, собственно, я вам на пальцах рассказал суть алгоритма LZSS. Что в первую очередь отличает алгоритм LZSS от большинства основных алгоритмов, про которые я что-то знаю? Это чуть ли не единственный байт-ориентированный алгоритм. То есть у него байты входного потока могут в открытом виде, без какого-либо сдвига по битам, оказаться в выходном потоке. Ну, вообще, наверное, есть другие алгоритмы, у которых это свойство тоже встречается, но они либо имеют более плохой коэффициент сжатия, либо настолько редко используются, что у меня они просто не встречались. Если вы возьмете любой другой алгоритм, который более или менее используется, или часть алгоритма, кодирование Хаффмана, тот же самый LZV, они все бит-ориентированные. Соответственно, если вы берете два байта подряд из входного потока и говорите поместить их в выходной поток, у вас один из этих байтиков будет помещен со смещением в один или несколько бит. И поэтому в плейн-тексте он у вас на уровне текстового редактора, шестнадцатиричного редактора, вы все байты, которые у вас были в плейн-тексте, вы их в таком виде не увидите. Вам нужно будет сдвигать на один или несколько бит, это делать уже неудобно, не так хорошо воспринимается взглядом. Но вот если вы видите такую структуру, что много кусков текста, которые просто проглядывают, и между ними какие-то байтики, скорее всего, это LZSS. Хотя и с LZSS тоже существует достаточно много нюансов, которые вам нужно учитывать и которые у разных реализаций могут отличаться. Может меняться размер окна для поиска повторений, но, соответственно, смещение в окне оно соответствует размеру этого окна. То есть если у вас смещение, например, 10 бит, значит у вас окно размером 1024 бита. Дальше разные реализации в окне делают начальное положение в разные места. Например, я встречал реализацию, которая заполняет это окно какой-то константной последовательностью в зависимости от того, для чего был реализован алгоритм для бинарных данных или для текста. Это будут либо нули, либо пробелы, соответственно. И если у вас ваш упаковываемый файл начинается с большого количества нулей, то у вас может даваться ссылка на отрицательное значение в буфере, то есть то, что у вас выходной поток еще не помещено, просто потому что туда заранее были записаны какие-то данные. И вот так вот люди зачем-то задумали. На самом деле они сэкономили 2 байта в размере выходного потока, придумав вот такую вот дополнительную особенность. Дальше размер управляющего блока может быть, например, 1 байт или 2, то есть, соответственно, 8 или 16 бит будут описывать состояние, что является плейнтекстовыми данными, а что является управляющими словами. Полярность этих бит, то есть нолик отвечает за то или за другое. Как их эти биты считать? Справа налево или слева направо? Вам готовая взятая реализация LZSS может не подойти. Вам, может быть, придется ее слегка модифицировать для того, чтобы заставить работать с теми данными, которые вам, собственно, встречаются. Ну, вот LZSS мне встречался, как я уже говорил, неоднократно. Методом проб и ошибок в конце концов мне удавалось заставить его работать так, чтобы он мне распаковывал все данные. Ну, первый раз я решил, что победил, когда у меня правильно восстановились все текстовые строки, загружаю в дизассемблер, и что-то неправильно. И потом я понял, что у меня была реализация LZSS, где начальное заполнение было пробелами, а там нужно было сделать начальное заполнение нулями. Но, опять же, стандарта нет, поэтому каждый делает реализацию так, как ему нужно. Также бывает, что предусматривается специальное кодовое слово, которое говорит о том, что это конец данных, и, соответственно, используется для контроля ошибок. И, может быть, предусмотрен режим Run Length Encoding, когда вам нужно закодировать, например, 100 байт одинакового значения. Максимальная длина кодовой последовательности у вас ограничена. Ну, например, если у вас 10 бит на положение в окне, то, соответственно, оставшиеся 6 в 16-битовом слове вас могут задавать длину. И понятно, что 6 битами вы 100 байт никак не опишите, ну, там, 100, 101, 102. Поэтому могут использовать дополнительный код, который скажет, что дальше будет идти, например, один байт с значением и два байта с количеством байт, который этот байт надо повторить. Ну, вот такие вот эвристики используют люди, которые пишут этот алгоритм. Но тоже все это надо знать. Ну, следующий пример, он будет не совсем связан с прошивками устройств, хотя, на самом деле, все это близко. Есть такая компания CISCO, которая производит огромное количество разных продуктов, и у них есть продукт под названием VLC. Это устройство для контроля вайфайных точек доступа. Ну, вот я вижу, тут висят вайфайные точки доступа, визуально как раз похожи на CISCO. Не знаю, управляются они VLC или чем-то другим. Ну, поставляет CISCO это дело в двух форматах. В виде апплайенса, то есть железки, которую вы можете воткнуть в сетевой порт и питание, и, соответственно, начать с ее помощью все управлять. Или образ виртуальной машины, которую вы поднимаете на сфере, например, в MWAR, и дальше она у вас работает. Поставляется она в виде этого ОВА-файла. Ну, вот нужно было провести небольшое исследование и добраться до некоторого исполнения ОВА-файла, который внутри. Вообще внутри там Linux, никто этого не скрывает, но Linux с обрезанными правами, без возможности доступа к Shell, то есть у вас загружается их приложение, и это приложение, собственно, выполняет все функции, и вырваться из него, и просто получить оттуда, например, файл этого приложения, такая не самая простая задача. Ну, я решил попытаться добраться до данных, и мне пришлось проделать вот такой вот маршрут. Я взял ОВА-файл, оказалось, что ОВА-это Тар, по структуре из Тар, я извлек ИСА-файл, который является образом, собственно, этого апплаинса. Из этого ИСА-файла я извлек имидж-файл, который является образом Linux. Из этого образа при помощи метода упаковки GZIP по адресу, который я нашел при помощи некоторых эвристик, я извлек основную часть образа Linux, Linux-при я его назвал. Соответственно, внутри него, опять же, по другому смещению, опять же, с GZIP-ом я извлек еще один архив, который теперь уже архив CPIO, потому что, видимо, CPIO-шный архив Linux умеет монтировать в виде константной файловой системы. И, собственно, из этого архива я извлек файл switch.drv, drvr, и вот его я уже загрузил, как, по-моему, ELF в IDA Pro и смог начать анализировать. Вот здесь вы видите два шага под названием распаковки как GZIP. Как распаковывать как GZIP с неизвестного офсета? Ну, если вы откроете спецификацию GZIP-а, то вы знаете, что GZIP-ный архив начинается с двух константных байт, поэтому вристика очень простая. Вы проходите по файлу, находите два этих байта и пытаетесь, начиная от них, распаковывать GZIP-ом. Если получилось, повезло. Если нет, идете до следующего байта. Соответственно, питоновский скрипт, который это делает, занимает четыре строки, по-моему, и очень успешно работает. Правда, есть маленькая особенность. GZIP, как и ZIP на самом деле, основывается на одной и той же библиотеке, на библиотеке ZLIP, используя чуть-чуть разные начальную инициализацию упаковщика и чуть-чуть разная структура заголовков. Поэтому имеет смысл написать другой скрипт для ZLIP, который делает то же самое. И у ZLIP фиксированного заголовка нет. Есть, правда, два байта, которые в 95% случаев примерно оказываются в начале ZLIP-овского потока, сделанного с константными параметрами, с дефолтовыми параметрами. Но если кто-нибудь параметры поменял, например, размер окна, что влияет на качество сжатия, то у вас этих двух байтов в начале не будет. Поэтому другой питоновский скрипт у меня есть, который идет просто от начала файла и пытается при помощи ZLIP-а распаковывать данные как ZLIP-овский поток. Если ему это удалось, то он считает, что это смещение для ZLIP-а, пишет файл на выход, там пронумеровав его, выводит в лог смещения и таким образом делает попытку найти поток ZLIP-а внутри файла. Если не получилось, он переходит к следующему, к следующему смещению. Да, на больших файлах это не быстро, но тем не менее это занимает минуты. Так что просто запустив одну команду и найти данные, упакованные вот таким вот часто встречающимся алгоритмом, это, в общем, на мой взгляд, достаточно удобно, поэтому рекомендую вам это тоже взять на вооружение. Ну, матроска, потому что матрешка, наверное, вы знаете, что файл МКВ, который для видеоинформации предназначен, он построен по принципу вот тоже вложенных объектов, именно поэтому он получил название матроска, как немножко англицированное слово матрешка. Дальше нам нужно определить параметры процесса. Ну, если не модель пока, то хотя бы архитектуру, размер слова и так далее и тому подобное. Ну, вы все знаете, что бывают Little Endian и Big Endian процессоры, наверное, вам с этим уже приходилось сталкиваться. Когда-то, уже довольно давно, для меня было легким откровением, что, оказывается, бывают Little Endian и Big Endian устройства, байт и ворд-ориентированные. И там у них совсем все не по-человечески. Ну, вот как вы видите, в примере число 1, 2, 3, 4 в Little Endian и Big Endian в байт-ориентированном виде они записываются вполне предсказуемо, то есть у вас байты идут либо слева направо, либо справа налево. Если же у вас, оказывается, ворд-ориентирован Little Endian, то у вас байты внутри каждого слова переставляются еще раз. То есть у вас получается не раз-два-три-четыре-четыре-три-два-один, а три-четыре-один-два. То есть к такой структуре байтиков вам тоже надо быть готовым и не удивляться, если вам она почему-то встретилась. Ну, с моделью памяти тоже понятно, что самая популярная сейчас модель это все-таки линейная адресация, когда процессора стали 32-битовыми, адресов вроде как стало хватать. Ну, и 64-битов точно адресов должно хватать. Но, тем не менее, есть процессора со старой архитектурой, какие-нибудь там 80-51, вполне себе 16-битовый, у них всего 16-бит адреса. Вам нужно предполагать, что у вас длина адреса может быть как 4 байта, так и 2 байта. Ну, и хорошо бы угадать размер минимальный, максимальный размер базовой ячейки, с которой умеет работать процессор. Ну, вполне предсказуемы 8, 16, 32, 64-битовые процессора, но, оказывается, бывают и 24-битовые процессора, то есть у него любая ячейка памяти это 3 байта. Вот это фрискейл DSP, один имеет такую архитектуру. Если честно, я не понял, зачем это нужно, чем это удобно. Но я понимаю, 24-битовый адрес, они просто никогда не адресуют больше, чем вот это вот количество памяти. Но почему именно 3-байтовые ячейки, что в этом, вот какое грандиозное преимущество, мне непонятно. По-моему, это не очень удобно с точки зрения электроники, но, наверное, разработчикам виднее, что-то они от этого выигрывают. К счастью, анализировать такие прошивки мне пока не доводилось. Ну, к счастью, может быть, к несчастью. Но будьте готовы, что слова не всегда кратны степени двойки. Как узнать архитектуру процессора? Ну, если у вас производитель документировал устройство, то вы можете поискать в интернете или в той документации, которую вам приложили. Там будет сказано, что у вас там, например, железяка сделана на процессе Cortex с ядром ARM A7 или что-нибудь в этом роде. И вот вы уже знаете модель процессора. Иногда вы этого не знаете, тогда вы берете отверточку с хитрым шлицом каким-нибудь, специально, чтобы шаловливые ручки исследователей так сразу не открыли ее. У нас вот как-то пришла Femta Sota для анализа. В итоге единственное место, там был аналог шестиконечной звездочки, только не шестиконечной, а пятиконечной, и в середине еще штырек торчал. Мы таки нашли в ближнем Подмосковье контору, которая торгует такими отвертками. Вообще они торгуют отвертками для авторемонтников. То есть это автопроизводители любили делать очень нестандартные шлицы на своих винтиках. Вот у меня один знакомый, работающий в автосервисе, говорит, что ему встречалась семигранная гайка, например. То есть на машине семигранная гайка, чтобы нельзя было открутить никаким ключом даже разводным. Только специальный ключ к ней годится. Но тем не менее, иногда устройство можно разобрать, мы его разобрали, узнали тип процессора, дальше стало проще. Если у вас COV-файл, то у него есть поле F-Magic, в котором рассказано, какая модель процессора используется. Если у вас L-файл, то там тоже есть такое поле. Но правда с L-фом есть маленький нюанс. В документации на L-ф, собственно, в заголовке, в одном из заголовочных файлов из Linux сказано, что если вы используете свой тип процессора, выберите случайным образом номер просто большой, чтобы он случайно не совпал с уже существующим номером. То есть единого реестра этих номеров никто не ведет. Раньше была какая-то контора, которая вроде бы этим занималась, но говорят, что при попытке отослать письмо на адрес, который указан в документации, просто не приходит ответа, то есть зарегистрировать свой номер в реестр вы не можете. Поэтому люди берут разные адреса и разные номера, и никто не знает, какой номер будет на самом деле. Что вы еще можете сделать? Можете поискать внутри тела прошивки, если вы смогли ее распаковать, текстовые строчки, может быть, там будет название модели процессора, иногда ядро оставляет такие строчки для отладки. Иногда вам может встретиться строчка, которую Google знает, как часть какой-то прошивки, которая известна в интернете, и там будет сказано, от чего она. Ну, либо последний вариант использовать IDA как самый мощный дизассемблер и пробовать разные типы процессоров, чтобы в конце концов угадать, какой из них правильный. Чтобы определить базовый адрес загрузки, вам тоже нужно сделать некоторое количество телодвижений, самая частая архитектура 32 бита, мы по внешнему виду указателя, повторяющихся двордов или похожих, мы можем определить little-endian или big-endian, соответственно, если у нас старшие байты, первые байты, вернее, не меняются, а младшие меняются чаще, то значит у нас big-endian архитектура. Если у нас, наоборот, первые два байта меняются часто, а третий, четвертый редко, то у нас little-endian. Соответственно, мы можем просто найти все похожие адреса, у которых там два байтика одинаковые и посмотреть строчки, которые есть в этом файле, найти их начало и посмотреть соответствие адресов, которые мы нашли, вот адресам этих строчек. Просто составить две таблицы, таблица начала строк, адресов и таблица двордов, которые мы нашли. Дальше попытаться найти такое смещение, которое позволит нам пересчитать офсеты в адреса строк с максимальной точностью, когда будет максимум совпадений, наверное, мы нашли правильный офсет, но вот такая вот тоже простая эвристика. Правда, бывают сложные ситуации, когда у вас вроде файл один, а на самом деле там кусок кода, который грузится по одному адресу, кусок данных, который грузится по другому, и поэтому у вас соответствие может быть неполным или неправильным. Ну и бывает, что строчки используются как относительно адресуемые, то есть текущий адрес плюс какое-то смещение и кодируется только это смещение и при таком подходе, конечно же, вы базовый адрес так просто не получите, вам нужно будет придумывать какую-то другую эвристику. Ну, дальше бывают ситуации, что вы уже загрузили в дизассемблер, у вас куча данных, которые похожи на офсеты, вы знаете базовый адрес, но вы не уверены, а вдруг это на самом деле не офсет, а просто это какая-то одна большая таблица и вы не в середину ее адресуете, а это просто тоже данные. Что вам может в этом помочь? Если у вас от одного устройства вы можете сделать умное сравнение версий и сравнив куски кода из старой и новой версии, у вас данные останутся неизменными, а офсеты поменяются. То есть, если вы найдете их соответствие, то вы сможете сказать, что вот эти вот куски это были данные, а вот эти куски были офсеты. Это в дальнейшем анализе вам поможет. На самом деле, иметь много разных версий очень полезно и когда такая возможность есть, я, как правило, беру самую новую и самую старую, потому что в самой старой могли остаться дополнительные кусочки полезных данных, которые в новой разработчики уже убрали. Иногда кусочки имен, иногда какие-то там оставленные для дебага данные, и это часто помогает, поэтому тоже такая, на мой взгляд, очень полезная идея. Если вам нужно заниматься отладкой кода, если вы не понимаете, как этот код работает, какие у вас есть варианты? Ну, конечно, вы не можете отлаживать всю прошивку целиком, потому что для этого нужно иметь точную модель вашего устройства, вы про устройство, как правило, ничего не знаете. Неизвестно ни начальное состояние памяти, кроме кода прошивки, неизвестно оборудование, которое в этом устройстве и как с ним работать. Если бы даже знали, оборудование у вас не будет для него эмулятора, в общем, все сложно. Но вы можете выкусить кусочек кода и загрузить его в эмулятор вот только как кусочек. Ну, я на самом деле эту задачу таким образом решал один раз, анализировал прошивку Canon, мне попалась загадочная функция, у которой был, в общем, не очень большой объем кода, там пару сот инструкций, не было ни одного цикла, были проверки условий, переход вперед. Я долго пытался понять по ассемблерному коду, что же это такое, код был на ARM, было это лет 7 назад, и ARM тогда не был еще мейнстримом, на него не было хексрейса, хотя я пару дней назад посмотрел в хексрейсе этот же код, я все равно по сишному коду не понял, что он делает, честно скажу. Я на базе QM поднял маленький эмулятор и, собственно, загрузил туда этот код. Сейчас бы я просто взял бы виртуальную машину на ARM, загрузил, написал кусок кода на SIS, компилировал его, подменил бы байтики этого кода на байтики своей прошивки и, опять же, запустил на том же ARM и все было бы гораздо проще, но, тем не менее, я смог понять, что на самом деле функция оказалась всего лишь 32-битовым целочисленным нахождением остатка. То есть просто мод одного числа по-другому. На Intel это одна инструкция, а на ARM в той модели не было 32-битового деления, 32-битового остатка, поэтому люди написали развернутую функцию, которая, ну, совершенно не очевидно, что делает. Ну, понятно, что умение читать такой код и догадываться, что это может быть, оно приходит только после большой практики, на тот момент у меня такой практики, видимо, не хватало. Ну, и разумеется, вы можете написать эмулятор команд процессора самостоятельно, если вам это зачем-то нужно. Я как-то решаю одну из тоже игровых задачек. Написал кусочек эмулятора там для x86, потому что мне нужно было для x86, потому что такой вот там немножко хитрый код был, с которым мне нужно было работать, и проще всего было это сделать, написать собственный эмулятор. Но я знаю человека, который тоже интересовался Кэноном, великолепный фотограф, видел просто его работы, и вот он написал эмулятор для ARM в свободное от фотографии время, и реально он на нем отлаживал кусочки из Кэноновской прошивки для того, чтобы понять, как она работает, потому что он занимался улучшением прошивки для Кэнона, ну, как-то неофициально. Как получить доступ к данным или коду, которые в железке присутствуют, а, собственно, в прошивке их нет. Ну, вам нужно разомраться с форматом прошивки ее цифровой подписью, если она есть, вам нужно найти способ вывода информации, то есть, как вы эту информацию из выполняемой прошивки передадите пользователю. Опять же, для Кэнона говорят, что первый способ вывода информации о тексте прошивки Кэнона, правда, не зеркалки, а мыльницы какой-то, был блинкинг. Попробуйте угадать по названию, каким образом они выводили. Они мигали светодиодом фотоаппарата. То есть, они побитого передали всю информацию о прошивке, прочитали ее, соответственно, фотоприемникам и перекодировали в данные, которые смогли потом дезассимблировать. То есть, начало анализа было такое. Я, когда делал эту же задачу, я нашел доступ к записи в файл, просто подменил код записи куска экзифа на запись куска памяти и, собственно, извлек ту информацию из Кэноновского фотоаппарата, которой мне не хватало для того, чтобы закончить работу. Вам нужно модифицировать прошивку, добавив вывод, собственно, доступным вам способом нужного фрагмента памяти, сформировать новую прошивку с правильной цифровой подписью, загрузить ее в устройство, ну и верить и молиться, что вы сделали все правильно, что устройство у вас не умрет, потому что такие случаи тоже бывают. Мне, по-моему, не удалось ни одно устройство убить, но я знаю людей, которые убили ни одно. Но они гораздо более экспериментаторы, чем я. Больше с железом связаны. Ну и немножко реальных примеров, прошивок, с которыми мне интересно было иметь дело. Когда-то я купил себе 4G модем Huawei E392. Это был первый 4G модем, который в Москве предлагали. Ну, конечно же, я решил посмотреть, как его можно разлучить от оператора. Я нашел для него zip-файл с прошивкой на сайте, по-моему, мегафона. Ну, собственно, мегафоновский модем был. Я распаковал экзешник. Внутри в бин-ресурсе нашел у него бинарник на 34 мегабайта. Я немножко посмотрел код экзешника для того, чтобы понять, как этот экзешник взаимодействует с этим бин-ресурсом. Понял, что он его читает как отдельные куски и передает его в, собственно, в устройство. Что там, восемь файлов. И три из них имеют заголовок ELF. Ну, думаю, ELF, победа у меня в руках. Гружу его в виду, получаю вот такое вот окошко. Ну, не знаю, может быть, плохо видно. IDA говорит, что она не знает тип процессора 164, который в ELF-заголовке прописан. Поэтому ничего не могу сделать. Если хотите, вы его, конечно, можете загрузить в IDA, но, скорее всего, это будет бесполезно, потому что IDA эту систему команд не знает. Ну, поиск ELF e-machine ID 164 дает вот такую вот строчку. Оказывается, что это Qualcomm Hexagon. В общем, более или менее известный процессор от Qualcomm. Почему IDA его не поддерживает, я не знаю. Иду на сайт Qualcomm, обнаруживаю, что там есть официальный SDK, можно подать запрос на его получение. Запрос будет review. Если будет все хорошо, то мы вам пришлем возможность его получить. Если вы используете персональный или публичный адрес, то это будет затягивать ваш процесс. Лучше использовать корпоративный адрес или адрес университета. Ну, если честно, не люблю общаться с крупными корпорациями, которые хотят знать про меня все. Поэтому чуть дальше от Google мы идем на код Aurora. На код Aurora есть прекрасный toolchain, в котором есть дизассемблер. Но дизассемблером получаем 324 мегабайта текста. Ну, прошивка, понятно, была у нас 28 мегабайт бинарных данных. Но, к сожалению, IDA этот процессор не знает, что же делать, как быть. Тут мне приходит в голову гениальная идея, а почему бы не использовать возможности IDA, которые в ней заложены, которые мне облегчат работу с этой прошивкой. Я пишу питоновский скрипт, который дизассемблированный текст перегоняет в комментарии IDA. Получается вот такая вот программа. То есть данные они бесполезны, а справа собственно дизассемблированный текст, я еще расставил XREF-ы, то есть я могу переходить вперед и назад по функциям. Да, конечно, функции у меня как функции не выделены, но это хотя бы базис для анализа. Причем хочу сделать маленький акцент, очень интересный процессор. У него вот то, что в группе фигурных скобок, это команды, которые выполняются одновременно. У него одновременно может выполняться до четырех команд, и пока я не вычитал эту особенность, я долго не мог понять, почему я меняю один и тот же регистр два раза, а у меня второе изменение как бы не влияет на первое, они оказываются параллельны, оказывается, что это просто параллельные изменения. Ну вот надо учитывать, интересный процессор, ну в общем, когда я понял объем, который мне нужно сделать, объем действий, чтобы разлочить мое устройство, я решил, что оно не стоит моего времени, заплатил 100 рублей на платном сервисе, получил разлоченную версию, правда с тех пор симки других операторов так и не втыкал, но тем не менее, дезассемблировать я его смог. Прошивка от железки Ingecon Sun, там много разных моделей, это по-моему управление солнечными панелями, это текстовый файл, внутри которого Motorola SREG, после распаковки четыре фрагмента из строчек только PC Master Communication и название модели железки. Ну модель железки можно погуглить и узнать, что такая железка есть, про описание процессора ни слова. Но эта строчка находится на сайте pudin.com, может быть вы знаете, это такой полулегальный ресурс, куда люди оплодят сорцы, иногда копирайчины, иногда классифайты, как обычно. И, имея подписку, вы можете эти сорцы скачать, проанализировать, изучить. Ну вот, выясняется, что есть такие исходники, в исходниках есть даже скомпилированные эльфы. Оказывается, что у этих эльфов в заголовке E-машин имеет два разных значения, 5680 и 5670, двоичный код совершенно разный, а в комментариях к h-файлам в одном сказано, что это M56800, а в другом M56800E. Ну, вроде бы, добавление одной буковки может быть небольшое изменение, но двоичный код у этих эльфов совершенно разный, но, к счастью, тот код, который мы хотим анализировать, он очень похож на 56800 обычный, поэтому мы, собственно, можем узнать, что это за процессор. Идем на фрискейл, они чуть более мягкие, да, к части информации у них тоже требуется запрос и подтверждение, но для некоторых процессоров некоторые виды SDK можно скачать, просто зарегистрировавшись на сайте. Ну, вот, оказывается, нужно скачать продукт вот с таким вот названием, причем до этого я скачал с десяток других продуктов, в названии которых было 56800E, ни один из них не содержал ничего близкого к тому, что мне было нужно. Я не понял, о чем они вообще, то есть это какой-то SDK, но компилировать и декомпилировать на нем нельзя. В итоге в этот набор входит два экзешника, опять же, один называется MV, это MetroWorks, я так понимаю, который CodeWarrior пишет, LD, это Linker, 56800 и 800E, оба умеют диссимулировать эльф файлы, если дать вот такую вот командочку, то мы получаем диссимулированный текст, но он работал только с эльфом. Ну, что делать? Пришлось взять мою прошивку, сделать из нее эльф-файл, в котором были все правильные эльфовские заголовки, чтобы декомпилятор, диссимулировал смог его обработать, ну, мы получили 1,6 мегабайта листинга, собственно, анализировали дальше его уже другие люди, ну, вот так вот задачку удалось решить. Потом, когда я стал готовиться к этому докладу, я обнаружил, что файл вот с именем SDK присутствует на файле архива divcon18, на базе этого SDK был создан бэдж для divcon18, то есть, оказывается, это достаточно популярный процессор, может быть, на нем что-то интересное еще есть. Ну, и последний пример, прошивка одной железяки, название которой я, к сожалению, не могу озвучивать, из DLL, которая сопутствует этому коду прошивки, собственно, DLL типа прошивальщик, который передает в устройство прошивку, видна константная сигнатура, 5 байт, версия, 16 байт цифровой подписи и 8 нулевых байт. Ну, цифровая подпись оказалась всего лишь туфишем, в котором размер файла два смещения и значение слов по этим смещениям. Два смещения это адреса концов блоков, то есть, вот эти два смещения помогли мне узнать, где кончается первый кусок, а где кончается второй. Соответственно, между первым и вторым только байты со значением ff. ну вот, собственно, в 16-ричном виде прошивка выглядит так, 5A01, все байты, все дворды начинаются с 5A01, 5A02. Ну, можно было бы предположить, что это 32-битовый бикэнден процессор, у которого адрес начинается с 5A. Однако, если смотреть дальше, мы видим кусок данных, у которого все то же самое, только начинается не с 5A, а с нуля. Ну, вот вопрос, а собственно, какой же правильный адрес загрузки? Файл заканчивается по адресу 49. 3.0. Для строк, которые находятся, вот начиная с четверки, можно найти идентичные им адреса младших битов, у которых старший байт будет в пятерке. Ну, и соответственно, предполагаем, что базовый адрес загрузки все-таки единичкой 4.0. Дальше начинаем грузить это в IDO. Я перепробовал несколько процессоров, на нескольких из них IDO у меня в режиме автоанализа повисло, потом что-то у меня перещелкнул, я решил выключить автоанализ, и оказалось, что это Hitachi H8, IDO, к сожалению, в автоанализе виснет, но в ручном анализе все дезассимулируется, а байт 5A оказался кодом джампа. А то, что мы имеем в самом начале, это всего лишь таблица, ну, типа таблицы векторов прерываний аппаратных обработчиков, которая просто помещена в начале прошивки, и благодаря вот таким вот эвристикам мы смогли загрузить этот код в IDO, и дальше его, опять же, другие люди стали анализировать. Так вот была решена эта задачка. Ну вот, пожалуй, все. Я, к сожалению, исчерпал все время. Не знаю, будет ли вам время на вопросы. Спасибо большое за внимание. Может быть, кто-то хочет задать вопрос? Давайте быстренько попробуем это сделать. Неужели нет желающих? Вставайте. Вопрос тут у меня какой-то. Вот во многих процессорах есть специальный механизм защиты от считывания данных, например, VVR там всяких. То есть выставив этот бит, мы не сможем прочитать внешним программатором память программ. То есть стереть можем, но прочитать нет. И вот насколько является серьезной эта защита? То есть я поставив этот бит, могу быть уверенным, что никто не сможет прочитать мой код? Ну и также другой вопрос из этой же серии. Я, например, записал куда-то в ПЗУ, которое, как я считаю, невозможно считать извне, какой-нибудь ключ шифрования. Могу ли я быть уверен, что его не прочитают? Ну, давайте я отвечу сначала абстрактно. В современной информационной безопасности ни в чем нельзя быть уверенным. Вообще ни в чем. Потому что насколько бы умны, продвинуты, оснащены современными технологиями вы бы не были, всегда можно придумать что-то новое. В криптографии все надежнее, когда мы говорим про физический мир, гарантии никто не даст. Конкретно про бит-защиты записи. Я знаю несколько компаний, которые умеют бит-защиты записи буквально в считанные минуты обходить. Да, у них дорогое оборудование для этого. Поэтому, чтобы данную задачу нельзя было решать, например, делается выжигание портов, через которые его можно программировать и считывать. То есть разблокировать этот бит люди ухитряются. Про ПЗУшку. У вас ПЗУшка находится там же, где процессор, или она связана с ним в шиной данных? Извините, если связана с шиной данных, то понятно, что данные можно считать на шине в тот момент, когда вы их будете передавать. Более того, люди ухитряются цепляться к шине данных, когда у вас ПЗУшка и, ну, флэш, да, и процессор находятся в одном чипе, но в разных кристаллах. Была работа по атаке на TPM-модуль, когда человек сначала кислотой вытравил корпус, после этого при помощи какого-то толщиной в 10 атомов проба подцепился к шине данных, которая внутри этого чипа и прочитал ключ шифрования. Другой вопрос, что эта атака стоит несколько десятков тысяч долларов. Если вы сделали устройство, которое вам как бы защищает информацию на 100 долларов, никто его атаковать не будет. Но если речь идет о миллионах долларов, то да, это небезопасно, надо контролировать все и вся. Спасибо. Еще есть вопрос? Спасибо вам большое, Дмитрий, за очень интересный доклад. Еще раз спасибо за то, что слушали.